С какими проблемами сталкивалась при содержании лошадей? Ух, это очень сложно. Гиперактивные, непослушные, которые всё ломают, всё грызут. Сколько у тебя в основном уходит денег на содержание двух лошадей? Получилось на 50 тысяч, но в заездке ты полный ноль. Но это слишком жёстко. Ты будешь продавать Тессу. Только с условием, если... Всем пламенный привет! Вы на канале Дневник Канаблогера. Добро пожаловать! С вами Марина. И тут мне немножко рядом тесуется Тесса. И Харзен мешает. Уйди! Либо стой, либо уйди. Третьего не дано, зай. Итак, сегодня у нас будет видео вопрос-ответы. Долгожданные, просто на моём канале. Самый-самый. И я вот наконец-то снимаю. Отвечу на все вопросы, которые вас волнуют. Внимание, в телеграме мне написали 1600 комментариев под постом, где я просила оставить вопросы. И я все их перечитывала. И отобрала 54 и более вопросов, на которые сегодня постараюсь дать ответ. Надеюсь, это видео не получится на час. Поехали! В итоге это видео получилось на час, поэтому оно разделено на две части. Итак, первый вопрос. Хочешь ли третью лошадь? Третью лошадь? Не знаю. Да нет, на самом деле знаю, не хочу. Во-первых, мне и двоих хватает очень с головой. Вторую-то лошадь завести, это целое решение ответственное. Такое же, как завести и одну лошадь, но тут ещё в два раза больше. А если третью заводить, это ещё больше ответственности, ещё больше денег на содержание, и времени, и всего остального. Поэтому нет, третью лошадь я не планирую. Две меня абсолютно устраивают. Они оба, обе, оба, оба счастливы. Оба, обе... И у того, и у другого закрыты все базовые потребности, и времени хватает также и на того, и на другого. Поэтому все счастливы, это хорошо. С какими проблемами сталкивалась при содержании лошадей? Я так понимаю, при содержании лошадей на своём участке. Ну, первое, это, допустим, решение вопроса с хранением навоза. Нужно придумать, куда его девать, потому что какают лошадки много. У меня выходит где-то по два или даже четыре мешка в сутки. И вы представляете, всё это куда-то надо девать. И, ну, сейчас, как я с этим справляюсь? Вообще, для этого нужно какое-то отдельное место, да, куда можно будет всыпать этот навоз кучкой, да, и по весне, например, уже в мешки сортировать. Ну, я поступила по-умному, как мне казалось, да, и, в принципе, у меня нет другого выбора, на самом деле, сейчас. Я складываю сразу в мешки. Есть в этом небольшие минусы, но на самом деле проще так сделать сейчас, потому что мне некуда, вот, нет такого сейчас места, куда можно навоз складывать. Поэтому приходится в мешки. Вторая проблема — это сено. которое нужно закупать в конце лета, в начале осени. И порой бывает очень сложно найти его, особенно вот, ну, последние года, когда уже начинается подорожание. У нас, в принципе, в регионе то там засушливое лето, то там оно, наоборот, слишком дождливое. И, короче, сено из-за этого получается очень дорогим, потому что травы мало. И, в общем, сложности была найти хорошего поставщика, так сказать, сена, заказать его, но с этим мы справились. Повезло, повезло. Также, если рассматривать летнее содержание, и если нет сена, то трудности были в том, чтобы каждый вечер косить траву на ночь лошади в день, если она заводится на ночь в конюшню. Это тоже было мега сложно, и поэтому я прям мечтала осеннее в конце лета. Ну, в целом, это, наверное, первое, что мне пришло в голову. В остальном, ну, сложности, если только глобально рассматривать, это, в принципе, подготовить весь участок для лошадей, а стройка вся вот эта вот, это было, ну, довольно геморрно. В остальном, вот эта вся вот чистка по утрам, навозы, там, кормление, поение, ну, в целом, это, к этому привыкаешь, и это становится как частью твоего дня, ежедневная рутина. И если делать это каждый день, да, не оставлять там, да, например, ой, сегодня я не буду чистить, завтра тоже не буду, и послезавтра я расчищаю за все три дня, конечно, тогда будет сложно. Если себя дисциплинировать, а это очень хорошо дисциплинировать, то в целом привыкаешь, и, как бы, мне все равно это все в радость, поэтому не так уж и сложно. Как будет проходить заездка Хардина? На уздечке, на сайт-пуле, в каком седле и каким методом? Тема заездки, понимаю, очень интересная. Если у вас такой, есть вопрос, когда будешь заезжать Хардина, вот тут вот кликните по подсказочке, у меня выходил шорс на эту тему, там я подробнее на этот вопрос ответила. На самом деле я даже не определилась еще толком, как я буду заезжать с уздечкой или на Ковессоне, на сайт-пуле не буду, нет, у меня выбор либо уздечка, либо Ковессон. Я на самом деле всегда придерживалась того мнения, что моя лошадь будет знать Рензель. Даже если я не буду на нем ездить, она его хотя бы примерит и будет понимать вообще, что, в принципе, такое существует, что ей в рот могут какую-то железку вставить. Но я все равно пока мечусь, я не знаю, и больше склоняюсь к тому, что я буду заезжать на Ковессоне. Но если вдруг возникнут какие-то сложности, то, может быть, уздечка будет как в роли подстраховки. Ну, короче, посмотрим, ребят, я сама ничего не знаю еще, как придет время, так и увидим. Буду ориентироваться по коню. По поводу седла тоже тема довольно интересует меня, волнует, потому что сначала я думала, что это будет точно меховое седло, какое-нибудь комфи, либо какое-то бездельчиковое. Но, внимание, помарочка, да, это седло будет только на процесс заездки, потому что я буду ездить редко, я буду ездить короткими репризами, не будет какой-то суперсидной нагрузки, да, там, галопом по полям, или там, прыжков, конкуров, выездки, не знаю. Я думаю, что на первое время мне подойдет любое меховое или бездельчиковое седло. Плюс я, да, подтяну свою посадку, буду следить за тем, чтобы ездить нормально, сбалансированно и ничего не отбивать о лошади, потому что амортизация в бездельчиковом седле похуже, чем в ленчиковом, там проще отбить спину. Но потом я, конечно, прикуплю Хардину нормальное ленчиковое седло, когда у него спина уже более-менее сформируется и не будет так быстро меняться, что мне придется будет менять седло каждые три месяца. Соответственно, подкоплю денег, потому что я не хочу брать дешевое ленчиковое седло, я хочу взять какой-то нормальной фирмы, качественное. Просто в начале заездки я особо не вижу смысла в дорогом ленчиковом седле, так как по-любому у него поменяется спина, и мне придется будет продавать очень-очень скоро это седло, потому что оно перестанет ему подходить. Я, кстати, задумываюсь о седлах, у которых можно менять ленчик, размер ленчика. Но, опять же, вдруг поменяется форма спины. В общем, эта тема очень интересная, очень много над ней можно рассуждать, но пока склоняюсь к тому, что сначала будет у меня меховое или без ленчиковое седло. На самом начале этапы заездки, потом, когда уже начнем выезжать лошадь, тогда прикуплю ленчиковое седло. Что умеет Тесса? Тесса сейчас проходит просто базовую работу в руках, и из трюков я ее учила только улыбки. Пока что мы к ним не переходим, пока до конца не изучим базу. Почему так долго? Вроде бы, да, уже с августа месяца лошадь у меня до сих пор как бы не пройдена вся база, потому что я просто-напросто редко с ней занимаюсь. Вот и все. У меня то сначала была стройка, не было не до этого, они у меня просто паслись, потом они у меня просто гуляли, и все, она адаптировалась. Вот, ну и только недавно мы начали с ней нормально заниматься. Летом я, конечно, провела с ней несколько занятий по поводу оповаживания рядом, и очень много мы занимались над дисциплиной, над доверием, и поэтому сейчас, собственно, у нас остается только вот эта азбука команд, изучать с ней, да, там какие-нибудь подъемы, там, врысь, остановки и так далее. А так поведенческие проблемы мы, в принципе, в целом уже, можно сказать, решили. Она больше не агрессирует на меня, особо не прет на меня, как танк видит меня, уважает мои границы, доверяет мне, не легается, и, то есть, всему этому я ее научила в процессе, пока взаимодействовала с ней в быту. Будешь заезжать Тессу? Если Тесса останется до этого момента у меня, я думаю, она останется, то, конечно, я ее буду заезжать, почему бы и нет? У меня будут две заезженные лосуди. Собираешься расширять конюшню, добавлять новые денеки? Нет, я не планирую этого делать, у меня два огромных денека, плюс еще место для аммуничника. Во-первых, расширять тут конюшню в целом некуда, потому что и так левада небольшая, и тут еще плюс навес. Да и нет для этого надобности, потому что третью лошадь я не планирую, да и на постой ставить тоже кого-либо не планирую, и поэтому в этом нет особого смысла. Зачем? В принципе, это конюшня временная, даже если у меня будет третья лошадь, или даже если я буду куда-то кого-то принимать на постой, то это будет уже не здесь. Хочешь основать свой конный клуб? Связанный вопрос с предыдущим. На самом деле, всегда, когда мне задавали вопрос, типа, хочу ли я свою конюшню сделать, да, там какой-то конный клуб, какую-то свою ферму, я всегда отвечала, что нет, ни в коем случае, насмотревшись на своих друзей, у кого есть свои конюшни, ну, это слишком жестко. Двумя бы лошадями справиться. Ну, недавно я задумалась о том, чтобы, может быть, когда-нибудь я бы и открыла свой конный клуб, но с условием, что у меня будет очень много обер денег, чтобы я могла сделать все условия, которые я хочу, именно, например, там несколько гектар полей для выпаса, для пастбища, ну, и, в принципе, чтобы территория была огромная, чтобы можно было на ней сделать, там, и плацы, и бочки, и манежи, все, что только душе угодно, чтобы я могла нанять персонал, да, конюхи, там, тренера, которые, методы которых я одобряю. В общем, только если так делать, то тогда да. Ну, в первую очередь, конечно, это для своих лошадей, создать прям идеальные условия, просто конюшню моей мечты. Опять же, на это нужно очень много денег, и, ну, и понимать, что это может все даже не окупиться, потому что многие владельцы лошадей говорят, что это не особо окупаемый бизнес. Поэтому, если и делать такое, то без надежд на то, что это будет окупаться и приносить еще сверху очень много денег. Так чисто, если свою домашнюю конюшенку, чисто там на несколько лошадушек, там, не знаю, может быть, даже на постой к себе кого-то брать, но это только с условием, если будет у меня нанятый персонал какой-то, те же конюши, которые будут кормить, поить и так далее. Потому что самому следить за своими-то двумя лошадями, плюс, если еще на подстой к его отобрать, ну, это очень сложно, ты будешь просто целыми сутками проводить на конюшне, убирая навоз и кормя их, а когда, собственно, жить, уже непонятно. Чему новому будешь учить Тессу, что в ближайшее время планируешь с ней делать в работе? Снова мы будем с ней проходить всю азбуку команд, переходы в рысь, переходы в голубь, переходы обратно, остановки, работа на дистанции, приучение к страшным вещам, ну и после этого, соответственно, начнем учить уже какие-нибудь трюки, да, чисто для развивашки, для разнообразия в работе, ну, короче, вся база, база и трюки. Как будет проходить заездка Хардина? Будешь заезжать сама или звать другого человека? Тоже, по-моему, отвечала как-то на этот вопрос уже. Само начало заездки я проведу сама. Я думаю, вполне с этим справлюсь. То же самое приучение, коммуниции, посадка верхом, и тот же шаг, и переход даже, может быть, в рысь. Я все это осилю, мне кажется. Управление, да, повернуть направо, повернуть налево. Дальше уже, возможно, я позову какого-нибудь человека, когда уже будет этап самой выездки лошади. Особенно, если я буду чувствовать, что моя посадка недостаточно развита, и что она мешает лошади. Хотя у меня в планах, конечно же, развитие своей посадки и баланса. Почему ты решила купить именно жеребенка, а не пойти в спорт, например? Я хочу воспитать лошадь теми методами, которые нравятся мне. Сделать это с самого детства, потому что, как я считаю, что если ты воспитываешь жеребенка с самого детства и сразу правильно, то это намного проще, чем менять уже взрослую лошадь, у которой из стопудов какие-то будут уже тараканы в голове. Потому что, к сожалению, очень большая часть коников, которые не уделяют время базе, кому-то будет лишь бы быстрее заездить. Поэтому очень много лошадей с поломанной психикой и поломанной спиной. Поэтому я очень захотела для себя идеальную лошадь, и я решила сделать ее сама полностью с нуля. Потому что найти такую готовую очень сложно. Либо на это нужно потратить очень много денег. Как ты относишься к городскому прокату? Работала ли там? Будешь выходить работать с твоими лошадьми? Ну, я не очень отношусь, в принципе, к городскому прокату. По тем причинам, что в прокат выходят обычно с утра до вечера. Обычно никто не берет с собой никакую воду, никакие рептухи с сеном. И, соответственно, весь день лошадь стоит на улице, либо там в мороз, либо там в жару, ну, либо в нормальную погоду, но без еды и без воды. Это очень жестко, мне кажется, по отношению к лошади. Конечно, я не спорю, скорее всего, есть какие-то случаи продуманного проката городского. То есть, например, берут с собой рептухи сена и кормят лошадей во время перерывов, да. Как же они там не стоят подолго, то есть там на пару часиков, например, выбрались. Но еще есть такая причина, что, в принципе, как говорится, в городе лошадям не место. И за 23-й год было несколько случаев, когда там от электричества, да, от тока лошадей разве шарахнуло, и все, и нет лошади. Тоже очень грустно, очень печально. Почему влоги выходят редко на YouTube? Вы не представляете, но снимаю я очень часто. Я снимаю так же много и так же много монтирую. Но это не совсем заметно для вас, наверное, потому что это все выходит в моем туториал-центр. Я снимаю туда познавательный такой интересный контент про обучение моих лошадей, про мой опыт. И у меня есть закрытый клуб, кто не знал. С него я снимаю туториалы и отдельные видосы, такие большие, прям подробные, доскональные, для как бы немножко отдельного направления. Сказать, полноценных, больших часовых видео. Поэтому сейчас приоритет в этом. Но когда у меня есть свободное время, я обязательно снимаю что-то для YouTube. Да, к сожалению, получается сейчас реже. Содержать лошадей, как бы, ну что-то тоже нужно, да, вы же понимаете. Я содержу их сама, я содержу себя сама. Поэтому увлечение увлечением, заработок тоже очень важно. И у меня просто так получилось, что я свое любимое дело смогла монетизировать. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Спасибо. Какую дисциплину хочешь лошадей? Тоже распространенный вопрос. Меня раньше тоже очень часто спрашивали по поводу Хардина, куда он у меня пойдет, в конкур или в выездку. Я всегда говорила, что моя лошадь будет развита всесторонне. Вот, и мы как бы пойдем и туда, и туда. Но не в большой спорт, опять же. Вообще думаю, что у меня Хардин пойдет в выездку, а Тесса пойдет в конкур. Но если так обобщить, ну вообще, думаю, будем заниматься и тем, и тем, что с одним, что с другим. Хардин хорошо относится к другим лошадям. Да, у меня Хардин очень дружелюбный конь, с максимально адекватной психикой, социализирован полностью. Много раз ему приходилось вливаться в новый коллектив, поэтому опыт у него с этим есть. И я считаю, что у него даже проблем в самом будущем вряд ли возникнет при очередном вмешательстве в какой-то новый коллектив, особенно если это будет с Тессой. Когда лошадь переезжает в какой-то новый табун, вместе со своим компаньоном, которого она давно знает, с которым у них хорошая связь, им намного спокойнее переносить это. Как ты добилась таких правильных действий с лошадью? Это потому, что ты много практиковалась в конюшнях, и что для такого уровня ты делала с лошадьми на конюшнях? О, хороший вопрос. Спасибо большое, что вы считаете, что я правильно действую и воспитываю лошадей. Это очень приятно. Что на это влияет? Я, ну да, во-первых, практиковалась в конюшню. У нас больше частные конюшни, и так везло, что практически в каждой у меня была возможность свободно брать лошадь и заниматься с ней практически всем, чем захочу. Нет, соответственно, искала много информации в интернете, пересматривала многие блоги, да, статьи какие-то, вычитывала, что, чем можно заниматься с лошадью, как здесь заниматься, как научить тому-то, как-то другому. Вот, спрашивала у каких-то более опытных людей в интернете, да, потому что я блогер, каноблогер, и у меня есть связи, поэтому этим я пользуюсь. Также, что немаловажно, я прохожу обучение по поводу базовой работы с лошадью и воспитанием жеребенка. Тоже проходила обучающие платные, дорогие обучения, вкладываюсь в это как могу, при этом учусь фильтровать информацию, да, то есть не все, что написано в интернете, это все правда. Вот, и есть различные методы, изучая которые, я прихожу к какому-то единому мнению, да, к чему я больше склоняюсь, что мне больше нравится в работе с лошадью, что более эффективно и что действует в моих случаях. И как-то вот формирую свое мнение по поводу этого и свой опыт, соответственно. Больше всего у меня, да, направление такое, это работа в руках, пока что. Очень большой опыт мне дало именно приобретение своей лошади, потому что для своей лошади хочешь всего самого лучшего. И, соответственно, я прохожу от самых первых дней до уже практически трех лет, да, весь этот этап. Я уже знаю, чему обучать лошадь, в каком возрасте, каким образом, да, какие могут быть проблемы, ошибки, как их решать. По мере столкновения с этими проблемами я искала решение, вот, и таким образом повышала свой скил. Опять же, когда начнется заездка, очень многие люди волнуются, что там я там не умею, я там, у меня нет опыта. То же самое мне писали, когда у меня состоялась покупка жеребенка. Писали, что у меня нет опыта, у меня никогда не было жеребенка. Типа, как я из него выращу, это очень ответственная задача, лучше бы ты взяла сразу взрослую лошадь. И что мы видим по итогу? Воспитанная, прекрасная лошадь, спокойная. Сейчас мне пишут, что, ну да, ты там, допустим, в работе в руках ты хороша, окей, но в заездке ты полный ноль. Типа, верхом ты тоже полный ноль. Причем проблема точно так же набраться опыта, заездить в свою лошадь, и все, вот вам опыт. Вы же понимаете, что я человек с мозгами, да, я человек адекватный. У меня получилось воспитать жеребенка с нуля и сделать его абсолютно адекватным. И вы думаете, у вас есть какие-то сомнения, что у меня не получится чего-то в заездке и в работе верхом. Даже на крайний случай, опять же таки, есть опытные люди рядом, которые могут мне в этом помочь. Я ответственно к этому подхожу, поэтому не волнуйтесь за коня, у него все будет в наилучшем виде. Сложно содержать двух лошадей. Двух лошадей содержать в целом, ну, как по мне, для меня несложно. Для меня было бы сложнее, если бы их было где-то восемь, как у Иры. Я к ней очень часто приезжала, чтобы помочь. Убрать конюшню со всех денеков, вывезти на пастбище, завезти в любую погоду. В целом, если сравнивать, то двоих лошадей содержать вообще не так сложно. Тут вопрос дисциплины, вопрос того, насколько все это нравится человеку, и насколько много времени он может на это все выделить. И как он, собственно, организовал содержание самого лошадей. Если бы, например, у меня была такая проблема, что лошади постоянно стоят в денеке, им негде гулять, и у них полно энергии, я бы сталкивалась с тем, что у меня лошади гиперактивные, непослушные, которые все ломают, все грызут. Мне бы приходилось бы их каждый день абсолютно работать, чтобы у них был выплеск этой энергии. Нужно было бы уделять больше этому внимания. У меня так организовано содержание, что они гуляют постоянно, и у них нет вот этой проблемы гиперактивности, да, они сами, когда надо, побегают, когда надо, полежать, поспят, покушают. Мои обязанности просто наложить им в рептух еды, которой хватает на весь день, то есть я это делаю утром и вечером. Дать им воды, и убрать навоз по всей ливаде. Все, это я делаю два раза в сутки. И все остальное время у меня в целом свободно. Я могу с ними позаниматься, могу не заниматься. Отсутствие занятия на них никак не влияет, просто они не выучат ничего нового, и очередной раз не повторят старое. Ну и нужно понимать, что содержание летом и зимой очень отличается. Ну, по крайней мере, у меня, потому что зимой они, по сути, у тебя при доме, ты вышел, все здесь сделал и зашел домой. А летом их нужно водить на пастбище, постоянно там, если они на веревках, да, то перевязывать их, поить, заводить, если надо, там, от мошек, там, мазать их вот от этих мух, комаров и так далее. В общем, как-то гемора больше, и времени нужно уделять на это больше. Сколько у тебя в основном уходит денег на содержание двух лошадей? Я не скажу точную сумму, но, допустим, сено мы закупили на вот этот весь сезон, осень, зима и весна, где-то, по-моему, 70 тысяч. Ну и делите по месяцам. Я не знаю, насколько хватит мне этих рулонов. Вообще, был расчет до чуть ли не августа, чтобы и летом у меня тоже было сено, на всякий случай, чтобы не косить эту траву дебильную. Ну, возможно, они у меня уйдут уже в мае. Даже если так, то ничего страшного, будет выпас. Будем косить траву, значит. Кроме сена, расход на лошадей — это вода. Ну, вода у нас бесплатная, потому что у нас колодит. Далее я покупаю мешки для навоза. У нас стоит 17 рублей один мешок. По 4-2 мешка в сутки навоза. Сами тоже можете посчитать, сколько уходит. Но навоз можно продавать, поэтому, возможно, расход на мешки окупится. Если кто-то купит у меня навоз. Я не трачу, кстати, на опилки. У меня идет в этом плане экономия, потому что у меня нет денег. Лошадей — уличное содержание. Корма. Корма — дорогая штука. Подкормки, всякие масла. Прямо если конкретно кормить лошадь, по правилам каждый день, по нужной норме, со всеми подкормками нужными, ну, выходит довольно хорошая такая сумма. Я, например, сотрудничаю с компанией кормов «Дикий медведь», и могу вам так на вскидку сказать, мне вот делали привоз в октябре. 16 мешков корма, два вида подкормок, по 7 килограмм, вот эти большие бачки, так сказать, и льняное масло. И всего этого получилось на 50 тысяч. У меня это до сих пор есть, то есть с октября, ну, по февраль, я думаю, в феврале уже корма точно закончится, подкормки еще останутся, думаю. Вот считайте, на сколько месяцев у меня хватило этих мешков, и можете поделить эту сумму, собственно, на количество месяцев, да, и сколько в итоге получается. Заказывали просто сразу, всю зиму практически, чтобы потом не париться с доставками, потому что, ну, когда заказываешь больше количества за один раз, то по доставке получается выгоднее. Расход может еще идти на ведра, потому что они могут ломаться, особенно если гибкое ведро оставить на морозе, да, или любое. Лошади распинают его, все, покупаешь новое. Вот, поэтому расход в плане какой-то амуниции, или инвентаря, рептухи мод покупала я, вот, то есть, ну, такие незначительные, короче говоря, расходы, поэтому я даже не могу сказать точную сумму, но в целом я вам рассказала. «Ты будешь продавать Тессу?» Блин, на треть, не знаю, один из самых распространенных вопросов. Я как-то заикнулась в видео про покупку Тессы, что я ее, возможно, продам. Я это сказала для чего? Для того, чтобы если я вдруг ее реально продам, чтобы, ну, не было таких возмущений, типа, «О, Боже! Она предала лошадь, она ее продала, как так?» Ну, и типа, просто предупредила, чтобы весили не привязывались, и потом, чтобы для вас это не было каким-то шоком. Но это не значит, что я ее точно продам. Я сама не знаю, случится ли это, и когда это будет, и будет ли это вообще. Да, я ее покупала для компании Хардину. Это как бы первоначальная цель. Даже если вдруг вот мы потом станем в какую-то конюшню, где будет много лошадей. Продам ли я Тессу? Не знаю. Если у меня не будет никаких проблем финансовых, то я думаю, я ее не буду продавать, потому что она лошадка хорошая, я ее полюбила, она мне нравится. Со своими, может, какими-то тараканами, но лошадь классная. И поэтому у меня нет каких-то предпосылок ее продажи. Я не могу на этот вопрос никак ответить, потому что я не знаю. Никто не знает. Никто не отменяет того факта, что эта лошадь будет со мной точно так же на всю жизнь, как и Хардин. Ну и никто не отменяет того, что и Хардин, и Тесса будут со мной всю жизнь, потому что мало ли, что в этой жизни может случиться. Правильно? Правильно. Будем реалистами. Но пока я могу давать своим лошадям все самое лучшее, пока я могу их содержать, они уйдут со мной. Какое до этого было имя у Тессы? У Тессы было другое имя. Ну, какое, я вам скажу, давайте, в каком-нибудь видео, типа, несколько фактов о Тессе, чтобы было, что вообще про нее сказать. А то сейчас все вывалю, потом что я буду вам про нее рассказывать? А будешь ли регулярно заниматься КС, чтобы при заездке не было проблем с посадкой? Я планирую, если так получится, заниматься по методу InBalance. Очень нравится их знание по поводу балансированной посадки, то, как они работают с этими всеми резиночками. И их езда, она связана с благополучием лошади. То есть, да, там учитывается биомеханика лошади, биомеханика человека, поэтому очень мне симпатизирует этот метод, и я бы хотела либо у них, у самих поучиться, либо у их учеников. Просто, когда я начинаю ходить в конные клубы, у меня там будто бы либо старые привычки свои закрепляются, либо какие-то новые образуются. Когда последний раз сидела на лошади? Сейчас у нас январь, февраль, то есть. Наверное, в Седле сидела последний раз в октябре или в ноябре. После этого я никуда не ездила. Оставишь Тессу или через время ее продашь? Конечно, хотелось бы ее оставить, потому что это гарантия того, что у Хардина всегда будет компания, и у меня не будет такой зависимости от того, что я должна содержаться в каком-то КСК, и что в этом КСК должна быть какая-то лошадь, которая стабунится с моей лошадью, или там вообще, в принципе, будет такой вариант выгула какой-либо лошади с моей. А так, если у меня есть две лошади, то независимости от того, где и куда я их поставлю, они всегда будут вместе, и не будет никаких проблем, по крайней мере, с выгулом из компании для Хардюшки. И при этом переезжать куда-то или, в принципе, ездить на этом каневозе, менять локацию будет не так стрессово, когда знакомые лошадки делают это вместе. Как ты придумала имя Хардину и Тэйси? Ой, очень интересная на самом деле история, что с тем, что с другим. Я не выбирала имя Хардину, его выбирали подписчики Ирины группы. Как только Хардин родился, она выставила фотографию и опросник, типа, как назовем. Там были различные варианты, типа Хардин, Норд и какие-то еще. Всех этих времен мне больше всего понравился Хардин. В целом, он там за большим отрывом выиграл, поэтому однозначно ему выбралось имя Хардин. Вот. А Тэсу, ее зовут Тэсу, потому что я назвала ее созвучно к имени Хардин. Есть такой фильм после, там главные персонажи это парень Хардин и девушка Тэсса. Раз у меня такой дуэт, мальчик-девочка, то будет прикольно назвать в честь этого фильма. Хочешь потомства от Тэссы в будущем? На самом деле я думаю нет, я не вижу в этом надобности, если бы... Я вообще, знаете, как хотела, чтобы у меня вторая лошадь, если и будет кобыла, то чтобы она была породистая, чтобы типа и сечо можно было ее покрыть жеребцом той же породы и по крайней мере не БП плодить, а таких же породистых продолжать. И тогда типа есть какой-то в этом смысл. Ну и то, как бы, я же не развожу лошадей, я в этом особо не шарю, типа я бы не стала короче так делать, не знаю, именно с Тэссой, потому что она вот как... Она может быть и там, не знаю, какая-нибудь полукровка, я без понятия, что у нее в породе, но я не буду, скорее всего, от нее никаких жеребят, разве что там от супер-супер породистого какого-то крутого жеребца, но это тоже, опять же, короче, ну в планах пока у меня такого нет. Расскажи про корма я кормлю кормами дикий медведь, мне прислали для каждого из них свой подходящий корм старт перед, это для как раз таки молодняка, для жеребят, и второй корм это оптима структура, также я добавляю подкормки, что Тэсси, что Харзину, это мастер хуф для копыт, шерсти и кожи, и вторая подкормка для пищеварения, ну я вам здесь подробнее кадры вставлю, как выглядят подкормки и как выглядят корма. Собственно, на моих лошадях можно увидеть результат этого кормления и рациона, у них офигенная шерсть, она стала очень мягкой, блестящей и гладкой, вот, сами лошади тоже, у них нигде не торчат ребра, даже особо не чувствуются, очень изменилась, округлилась, если сравнивать с фотками с лета, это прям вообще две разные лошади. Сколько лет Тэсси, во сколько планируешь ее заезжать? Тэсси у нас родилась 24 июня, год и восемь ей где-то примерно, и во сколько я планирую заезжать? Да, также после трех лет, как бы ничего не меняется. Я говорю после трех лет, я не говорю определенный возраст, там, да, три года, или четыре года, или там, четыре с половиной, или пять лет, или там, восемь, потому что я без понятия, как все будет через это время, потому что еще очень много до этого времени есть, и как у меня будет по загруженности, какие у меня будут возможности и так далее, все от этого зависит, не только от того, во сколько я хочу, от того, насколько будет лошадь готова к этому периоду времени, поэтому я даже не могу вам сказать, во сколько хардина, поэтому я говорю после трех лет, не раньше трех, потому что я против ранней заездки. Сколько в будущем планируешь завести лошадей? Хочешь ли конюшню по типу, как у Иры? Вот всегда, когда я задумываюсь о том, они завести ли мне третью, или четвертую, или пятую лошадь, я думаю о том, я представляю, как я ходила летом к Ире, ну и в принципе зимой, в протяжении пару лет точно, вспоминаю, как у нее, и сразу думаю, нет, я так не хочу. Это очень сложно на самом деле, если нет помощников, нет прям организованного какого-то места специального для этого, и ты справляешься с этим один сам, ух, это очень сложно. Марина, если бы не было лошадей, чем бы ты занималась? Во-первых, я уже вела блог, и вела я его с 11 лет, то есть я нашла свое призвание еще в детстве, и я вот, не знаю, на 100% уверена, блин, не знаю почему, что я так и так бы снимала бы, ну то есть, мне прям это дело очень нравится, мне нравится медийность какая-то, мне нравится вести блог, показывать свою жизнь, и это не важно, чем бы я бы занималась, я бы все равно продолжала бы вести блог про то, чем бы я занималась. Ну что, мне из увлечений еще очень нравятся танцы, я бы скорее всего пошла бы на какое-то современное направление танцев, также мне с недавних пор нравится кондитерка, я пересмотрела шоу кондитер, и теперь, я даже в какой-то момент чуть ли не купила весь набор для изготовления тортов, вот, и чуть ли не начала делать тортики. Также мне очень нравится музыка, я, кто не знает, играла на гитаре, в детстве ходила на кружки электрогитары, я играла в группе, в рок-группе, вот, а еще мне всегда нравились барабаны, я прям до сих пор не понимаю, каким образом на них играют, потому что там каждая рука, каждая нога играет свой ритм, я ходила в детстве на вокал, мне кажется, я как-то переходила, что мне уже перенравилась петь, я вообще это ненавижу, нет, петь я люблю, музыку я очень люблю, но, видимо, в детстве, как-то слишком не так это все пошло, что мне это теперь не хочется. Чтобы ты посоветовала тем, кто хочет купить себе лошадь, ну и вообще, я думаю, в целом, ничего страшного не будет, планируешь в дальнейшем ставить лошадей в конный клуб, что самое важное, лошадь останется на родителей, я не думаю, что она слишком страдать будет от этого, Почему забросила ютуб? Неужели важен только заработок? Да, действительно, так получилось. Как поменялась твоя жизнь после приобретения второй лошади? Это что-то уже необычное?